МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объединённые усилия 2020 – это первые такого масштаба совместные военные учения за всё время независимой Украины. Это был такого рода ответ на российские учения «Кавказ-2020». Что получилось и над чем ещё нужно поработать? И почему наши учения так сильно взбудоражили кремлёвские и прокремлёвские СМИ? Об этом и о другом важном сегодня поговорим в программе «На самом деле Крым». Меня зовут Дмитрий Семанский. Начинаем. Объединённые усилия 2020. Как в Украине прошли самые масштабные за время независимости Украины военные учения? Спустя 7 лет после оккупации российская власть в Крыму решила опреснять воду. Но за какие деньги это будут делать, не знают. Ну, вон столб, видите? Впереди. Ну, вон, бетонный столб, вверху покрашенную. Белая, зелёная. Вот это вот белая и зелёная – это уровень воды. Эксклюзив телеканала «Дом». Крымчане в Симферополе рассказали, как им живётся в условиях нехватки воды и кто, по их мнению, в этом виноват. Также на прямой связи с Киевом будет Крым. Жители Севастополя расскажут, какая на самом деле ситуация с коронавирусом на полуострове. Правда ли, что, вопреки словам местных властей, свободных коек в больницах нет? Об этом говорим прямо сейчас в эфире телеканала «Дом». В Крыму растёт количество заражённых коронавирусом людей. Врачи говорят, что причина – в туристах, отдыхающих на полуострове. Местные СМИ пишут о том, что медики отказываются работать с инфицированными, так как риски заразиться высоки, а оплата маленькая. Наши коллеги собрали последнюю информацию о ковид в Крыму. Внимание на экран. При том, что количество тестов растёт, количество выявленных заболевших у нас также кратно не увеличивается. Это интервью так называемый глава Крыма Сергей Аксёнов дал прокремлёвскому каналу «Милет» в начале сентября. Он и по сегодняшний день заверяет, что всё под контролем и ужесточение карантинных мер не имеет смысла. Но вот статистика говорит обратное. По официальным данным, с начала августа и по 28 сентября количество заболевших в Крыму увеличилось более чем в три раза и достигло 4305 человек. В городе Севастополь по состоянию на конец сентября заразились 969 людей. Гражданский активист Эдем Дудаков в эфире телеканала «Дом» заявил, что мест в симферопольских больницах уже не хватает. Людей вывозят в другие города. В Крыму ситуация удручающая. Вот у моей знакомой отец умер, они живут в Симферополе, а отца госпитализировали в Чанкуй. То есть мест нету. И отец госпитализировали в Чанкуй. Пока его туда везли, пока его обустроили в Чанкуйской больнице, он умер. А что же с ежедневной статистикой? Её, по словам медиков, занижают. Думаю, это было сделано для того, чтобы не терять туристов и сезон. Ещё одна проблема – это тотальная нехватка медперсонала. В августе самоправосглашённое правительство Крыма сообщало, что на полуострове не хватало около 500 врачей и полторы тысячи специалистов среднего медперсонала. Единственная большая проблема – это персонал. Его не хватает. Прям очень не хватает. Даже учитывая тот факт, что за работу с коронавирусом доплачивают, работать никто не приходит, а многие уходят. Нехватка персонала была настолько велика, что людей искали даже через объявления на сайте Минздрава. Всему виной, говорят медики, туристы. Их на полуостров только этим летом приехало более трёх миллионов человек, преимущественно россиян. Ждать ли второй волны коронавируса, или же она давно началась, остаётся загадкой. И эту тему продолжим с Людмилой Ключинской. Она на прямой связи из Крыма, город Севастополь. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, главный вопрос для всех крымчан. Как погода, как море, что там, как отдыхающие, как сезон? Вы знаете, море ещё тёплое. Погода сегодняшнего дня была замечательная. 28-25 градусов. Сегодня, сегодня идёт дождь. Но ещё все купаются, ещё продолжается у нас летний сезон. Отдыхающих было в этом году очень много. Пляжи были переползаны. В общем, как-то так. А означает ли это, что и бизнес как-то вздохнул, и рестораны, туристические, всё это сфера экскурсий. Заработали люди денег? Честно говоря, я с этим видом бизнеса не связана. Но всё работало, люди были, и рестораны были заполнены, и экскурсии проводили. Поэтому, как наблюдатель, всё работало, всё было нормально. А вот скажите, в Крыму была практически весь сентябрь волна слухов о том, что с 20 сентября Крым закроют на жёсткий карантин, как вот было весной, как было в марте. 20 сентября ничего не произошло. Что это означает? Что не будет вообще? Какова ситуация реально сейчас с коронавирусом по вашим наблюдениям? И что говорят средства массовой информации? Что говорят власти Крыма по поводу коронавируса? Сейчас пошло ужесточение. Масочный режим. До этого на протяжении всего лета его не было. В госструктуры без наличия маски вы не попадёте, вас не пустят. В магазинах во всех объявлениях висят наденьте маски, соблюдайте дистанцию. Но если вы зайдёте без маски в магазин, вас никто не выгонит, вам разрешат сделать покупку. Ну, вас попросят одеть маску, но если у вас её нет, ничего страшного. На самом деле вот такая ситуация. Что с общественным транспортом и что с транспортом по полуострову? Там всё ездит, как ездило? Или есть какие-то ограничения на автобусы, на троллейбусы? Есть какие-то там с этим вопросы? Знаете, даже по этому, водители маршрута, что я вижу в масках все, это видно, обязательное требование, без этого маршрут не пустят. Люди в транспорте без масок. А вот теперь, собственно, о заболевании. Есть ли среди ваших знакомых, среди ваших приятелей, коллег по работе люди, которые заболели или болеют прямо сейчас? Вы знаете, за всё это время, слава богу, из моего окружения не заболел никто. Ну, даже из знакомых я не слышала, что кто-то заболел. Только я вижу это в сводках, что большое количество людей, рост идёт заболеваний. Но, слава богу, среди моих знакомых заболевших нет и не было. Хорошо. Средства массовой информации, соцсети, вы там в ВКонтакте или в Фейсбуке, где вы есть, там какая-то вот ажиотаж по поводу коронавируса существует? Как-то какие-то там такие резонансные события происходят по коронавирусу? Ну, я знаю, что сейчас пошла информация, что некоторые школы уже досрочно закрыли на карантин. Полностью, простите, полностью школы закрывают? А что с университетами, с техникумами, с высшими учебными заведениями? Есть какие-то оттуда информации? Как они учатся? Они занимаются в обычном порядке? Я преподаватель института и мы работаем в обычном режиме. Лекции мы читаем в масках. Студенты сидят без масок. Вакцины. Какова ситуация с вакцинами? Есть ли вакцины сейчас против коронавируса в Севастополе? Пришли ли российские вакцины против коронавируса в Севастополь? Знаете ли вы что-то об этом? Говорят ли об этом что-то в средствах массовой информации? Нет. В Севастополе пока не вакцинируют от ковида, только от гриппа. В школах сейчас, тоже у нас в институте, от гриппа вакцины. Насколько активно, насколько охочее люди вакцинируются или это более-менее принудительный процесс? Если можете сказать по-честному. По желанию. В школах нам дали записку, где разрешение на вакцинацию. Я написала отказ, никаких проблем не было. Точно так же в институте нам предложили бесплатно сделать прививки от гриппа, кто хочет. По желанию. Если позволите, последний вопрос. Хочу, чтобы вы максимально честно ответили. Насколько люди в Крыму, в Севастополе в частности, боятся коронавируса, опасаются? Нет ли какой-то там паники или каких-то избыточных переживаний по этому поводу? Честно говоря, я не наблюдаю. Уже как-то все так привыкли. И мне там вообще про это забыли. Вот сейчас об этом вспомнили. Ну, из-за массовой информации. Ну, никакой паники нет, абсолютно. Спасибо вам большое. На прямой связи из Крыма город Севастополь была местный житель Людмила Ключинская. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова. Вода – это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение – общее дело. И вода – всех, не чья-то собственность. Там, где отказываются, принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем. Также в штабе по водоснабжению российские чиновники сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах. К ним за выходные дни поступило около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или на желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода. Эту тему продолжим с Сергеем Макринюком, главой Евромайдан Крым. Сергей, добрый день. Аксионов сказав, что у крымчан будут примусово забирать или выкупать свердловины и джерела воды, которые являются приватными. Что вы про это чуете? Чи знаете вы про это и можете что-то про это сказать? Ну, насправді, это традиция РФ в окупованном Крыму порушивать права громадян, особенно на властность. Есть абсолютно известный факт, что это исследование, что за рахунок разных инструментов, в частности, через органы так называемой судовой власти, больше четырех тысяч судовых решений, где прямо забирается земельная дельянка абсолютно незаконная. Ну, это таврида, когда они будывали? Таврида в том числе. И дело в том, что после этого Путин еще сделает указ, соответственно, до которого больше 80% земель Автономной Республики Крыма и Севастополя есть землями так называемой прикордонной смуги и, соответственно, не могут находиться в властности не громадян РФ. Это еще один инструмент. Тому, что они сейчас приняли решение умовно экспроприрутировать эти скважины, это один из самых шагов, который делается постоянно, каждый день. В деяких районах, я там зараз перераховывал, уже шесть дней нет воды. Ну, принаймні, люди пишут, говорят про это. Знаете ли вы вообще про ситуацию с водой в Крыму? Да, дело в том, что води там, насправді, немає уже давно. Если быть внимательным и посмотреть, что сейчас собой являет реально степовый Крым, фактически он перетворился в пустель. То, что никогда не было там до 2014 года, появилось там вихри, смерти и все таки. То есть, чего никогда просто не было. Сейчас Крым – это просто такая большая духовка, которая распечена, и води реально там нема. Про справи украинцев Крыма. Лишилося что-то в Крыму украинское? Безумовно. Безумовно. Просто треба підняти элементарные вещи. Підняти, например, переписи 2001 года. 600 тысяч людей прямо позначили, что они украинцы. Взяти виборы 2012 года и посмотреть, сколько людей проголосовало за правые и центральные партии, украинские. Ну, там майже 23%. То есть, абсолютно очевидно, это так и есть, это нормально. Но это было до 2014 года. Да, не имеет значения. Продолжение в том, что крымчане очень сильно разделяют тех, кто крымчан, и, как они говорят, «панаехали» или «окупенди». Мы говорим про нынешний час. Мы говорим про нынешний час. Даже когда человек мечтает, радует, и даже сейчас радует, что есть Россия, она все равно разделяет, мы крымчане, а это «окупенди», а это «панаехали». Потому что ставление до своей земли – иншее. До 2014 года были украинские школы, украинские клубы, украинские культурные товариства, украинские газеты. Это я про Крым говорю. Что лишилось всего сейчас? Насправді, фактически все школы и классы, которые были уничтожены, реально закрыты. Украинские? Украинские. Так звана влада, місцево, говорить про то, что есть украинская школа, и она находится там в селище міського типу Приморский, біля Феодосии. Насправді, громадская организация «Альменда», яка фахівець в галузі освіти, дослідила це питание, дослідила підручники, матеріали и розклад. Там нема українського. Там нема мови, там нема викладания. Это фарс. Кілька сотен тисяч українців, які живут зараз в Криму, етнічних, які самі себе визнавали українцями, зараз в Криму повністю позбавлені можливості вивчати українську мову і користуватися українською. Однозначно. Тому справа в том, що ми говоримо, часто є такий тип умів, що давайте говорити російською, щоб вони там нас чули. Справа в том, що громадяни України, які проживали, навіть не громадяни України, але які проживали в Криму до 2014 року, прекрасно розуміють українську мову, тому їм не треба говорити російською. Для панаєхавших, для росіян, так дійсно треба російською, вони українською не розуміють. Тому тут мова йде не про етнічність, насправді, мова йде по великому рахунку про уособлення себе з чим. От є культурний пласт, культурні традиції якісь. І тут не в залежності від того, якого етносу була людина. Були традиції до 2014 року. Там, наприклад, у нас ніколи не було в словосполученні таких слів, як екстремізм. Ну, не існувало в нашому контексті такого слова, не було. Але його почали вводити росіяни. Зараз воно там з'явилося. Проте воно не своє, воно вороже. Ви готуєте Конгрес українців Криму, відроджуєте Крук. Навіщо? Все дуже просто. Ситуація така, що якби ми не взяли, що б ми не взяли, виявляється, що для будь-якого, насправді, на жаль, для будь-якого органу державної влади, для міжнародної спільноти, для всіх, Крим, ну, типу, є, ну, да, там проблеми ми, звісно, розуміємо. Але, слухайте, ну, не на часі. Якщо прямо зараз говорити про, наприклад, елементарні речі, формування державної політики в галузі освіти. Всі оці роки окупації ми чули, да, слухайте, нема проблеми для кримських дітей. У нас налаштована дистанційна освіта. А тут раз в країну прийшов карантин і виявилося, що немає дистанційної освіти в Україні. Серйозно? Для людей, які живуть тут, а навіть про тих, що там. А про то взагалі не можна говорити. Різниця колосальна. Різниця в тому, що там немає книжок, там немає предметників-вчителів. Ти не можеш піти до людини, і вона тебе буде вчити. Там немає методичних рекомендацій. Там все змінилося. Єдине, що залишається опція, зараз через скайп вчитися. Да, це можна, але це коштує гроші. Чи сьогодні кожна українська сім'я, яка знаходиться на неокупованій території, спроможна взяти одного викладача і попросити його, щоб він протягом року вивчав з дитини. Трохи ширше питання. А взагалі навіщо діяльність кримських українців? Саме тому ми хочемо відстоювати права українців Криму. Ми хочемо бути безпосередньо тими, в першу чергу, для кримчан бути сервісом. Тобто, щоб всі знали, що це точка доступу. Точка доступу до української влади. Точка доступу до українського суспільства. Точка доступу до міжнародної спільноти. Раз. Друге. Ми хочемо робити все для того, щоб реально захищати ці права. І найважливіше, ми хочемо прямо сьогодні впливати на дії органів державної влади України для того, щоб забезпечити, захистити ці права українців Криму. Ми не можемо там. Окей, значить, ми маємо створити умови тут. І ми маємо діяти так, щоб захистити і попередити на майбутнє подальше порушення їх прав в Криму. От ви зараз сказали ключову фразу. Ми не можемо захистити їхні права там. Так. І ми складаємо руки, і визнаємо це, і розуміємо, що в питаннях води, в питаннях, наприклад, коронавірусу. Зараз я говорив з дівчиною з Севастополя. Вона каже, що у них там доволі складна ситуація в місті і в Криму в цілому з коронавірусом. З повсякденними питаннями тих людей, які лишилися в Криму. Що ви здатні зробити? Супер. Вода. Я дам відповідь набагато простіше. Ви чули офіційну позицію Міністерства охорони здоров'я щодо стану забезпечення прав медичних в Криму, на окупованій території? Їх не було. Так і в Тернопільській області теж не було. Одну хвилиночку. Чи ви чули інформацію, наприклад, Міністерства освіти, про можливості доступу до освіти кримчан в Криму? Тут стояв професор Казарін, ми з ним говорили про це. Стоп. Професор Казарін – це виконуючий обов'язки ректора Таврійського університету. Це не Міністерство освіти. Це не держава. Чи ви чули позицію щодо води нашого Міністерства екології? Що там стан? Ви бачили цей документ? Ні. А є закон України про правовий режим тимчасово окупованої території, забезпечення права і свобод громадян в Криму. Раз. Є про особливості відновлення державного сервернітету в окремих районах Луганської і Донецької області. Де і там, і там прямо передбачено, що а. ці нормативні акти розповсюджуються на Крим. Б. Держава, кабінет міністрів зобов'язаний, це прямо написано, здійснювати моніторинг дотримання прав і оприлюднювати цю інформацію. З цього починається. Про що говорити в студіях, якщо ми не маємо офіційної інформації? Ми говоримо про фейсбучики, про дописи у фейсбучиках, про висловлення якихось людей, яких ви запросили. Але громадські рухи, але об'єднання, неурядові організації, що можуть зробити для цього? Саме тому ви можете прямо зараз зайти на сайт, наприклад, регіонального центру прав людини, ви побачите театематичні огляди про порушення прав в Криму. Ви можете зайти на сайт Альменди, ви побачите огляди про порушення освітніх прав в Криму. Можна зайти на сайт Українського дому, де можна побачити порушення прав в культурній сфері і в релігійній сфері. Так, ця інформація є. Так, питання в тому, що державна політика має будуватися на даних. А даних сьогодні держава не має. Міністерство закордонних справ анонсувало на 26 лютого майбутнього року створення міжнародної платформи для деокупації Криму. Чи знаєте ви про це щось? Чи берете участь підготовці цієї платформи? Чи будете брати участь в роботі цієї платформи? Участь у підготовці до цієї платформи не приймаю. І поки наша інституція, скажімо так, теж не приймає. Я сподіваюся, що це не обійдеться без нашої участі. Проте, ну, скажімо так, чув. Але ще раз я хочу повернутися до важливого питання. Перед тим, як щось вимагати від наших дипломатів, треба спочатку їм дати інформацію, з якою вони мають працювати. Але станом на сьогодні ми проводили дослідження, ми робили інформаційні запити. Тобто різні міністерства не досліджують належно ситуацію в їх сфері компетенції на тимчасово окупованій директорі. І ви готові допомогти їм? Безумовно. Дякую, Сергій Мокринюк, глава Євромайдан Крим. Людина, яка готує Конгрес українців Криму, був в нашій студії. Ми говорили про нинішній стан справ у Криму і про те, що робить Україна для того, щоб Крим якнайшвидше став, повернувся до... Дякую, Сергій, що ви до нас прийшли. Дякую. Спустя 7 років після оккупції Криму пророссийські власні полуострова рішили опресняти воду. Вот, правда, кажуть, що не знають, де брати грошей. Странно. Від первим делом вложили більше 200 мільярдів рублі в строительство Кримського моста. Практично стільки ж в трассу Таврида. Говорить ли це о тому, що строительство дорог для воєнні техніки важніє жизни людей? Давайте послушаємо, що люди в Криму думають об цьому. О, земля, пісок, тільки що лягушек є, гадюшки. Я вот набираю воду питьевую, допустим, да? Каждый день же її менять надо. Прямо слизь какая-то. Ну, вон, столб, видите? Впереди. Ну, воно бетонный столб, вверху покрашено. Белая, зелёная. А вот эта вот белая зелёна, это уровень воды. Осадки виноваты. Обещали, самоліт прийти, будет дождь вызывать. А мы вже въедемо. Да, ну а где дождь? Ну, сказали, що щоб була вода, потрібна годовая норма осадок. А хотіли її взяти. Годоват і все. Действительно, виноват і все. Тому що відключило воду. Чого відключать? Ви за неї деньги платять. А Ксенов теж виноват. Вовремя вони среагували і нічого не зробили. Тому вони всі виноваты. Тему ми продовжимо в розмові з Юрием Кочевенко, военним експертом, директором Международного центра противодействуя російській пропаганде. Юрий, здравствуйте. Приветствую вас. Вот только что перед нами крымчане рассказывали о ситуации на полуострове. И самая главная проблема для людей сейчас – это дефицит воды. И в этом дефиците воды они винят и погодные условия. Вот сегодня первый дождь. Вот только что, опять же, мы говорили с Севастополем. У них впервые пошел дождь за очень длительный период. И винят местную крымскую власть господина Аксенова в том, что воды нет. Как вы думаете, вот этот дефицит воды в Крыму, нарастающий дефицит воды в Крыму, он может как-то подтолкнуть российские власти, власти Крыма к тому, чтобы делать какие-то действия для того, чтобы эту воду в Крым привезти? Ну, наверное, в первую очередь стоит отметить, что винить крымчанам следует Владимира Путина, потому что именно российская власть превратила полуостров, прекрасный природно-исторический, туристический, в военную базу, так напичкав его войсками, что сейчас именно они являются главными потребителями воды. Потому что я вам, как военный, могу сказать точно, что одна военная часть потребляет гораздо больше воды, чем то же количество гражданских людей, потому что ее там нужно много. И вот, извините, то количество войск, которым сейчас напичкан Крым, вот представьте себе, сколько они потребляют для техники, для личного состава, для выполнения там всех задач, а это вода могла бы быть у крымчан. Ну вот, хорошо. Донузлав, да, знаете, военно-морскую базу в Донузлаве. Почему бы россиянам там не построить, например, опреснитель? Вот они много говорят о том, что они в состоянии реализовывать такие масштабные проекты. Почему бы им не построить этот опреснитель и подавать эту опресненную воду и для своей военно-морской базы, и для людей, которые живут в Черноморском, там, в Оленевке, там, где угодно? Ну, наверное, в первую очередь потому, что одно дело говорить, а другое дело что-то сделать. И на самом деле это не более чем такой пропагандистский дым о том, что да, вот мы сейчас там хоть камни с неба разберемся, построим. Но объективно, несмотря на ту легенду, которую пытается российская власть создать и своим вооруженным силам, ну и там в целом тому, что они называют российская наука, это не более чем пропагандистская ширма, мы это видим. И даже регулярные события, которые происходят при испытании новых образцов вооружения, на учениях, показывают, что вот этот образ российской армии, которой пытаются создать кремлевские пропагандисты, он сильно далек от реальности. Вот поэтому я думаю, что если бы действительно могли, то уже бы сделали и они разговаривали. И не держали бы крымчан в заложниках своих военных. Я ни в одном средстве массовой информации, нигде в соцсетях не встречал о том, что существует дефицит воды в какой-либо российской военной базе или в какой-нибудь российской военной части. Я так думаю, что там водоснабжение первое очередное. Безусловно, и об этом мы говорим, что именно российские военные в первую очередь отнимают воду у крымчан, потому что военная машина на всего потребляет гораздо больше, чем тот же гражданский организм с тем же количеством людей в разы. И поэтому и воды там надо в разы больше. И вот я еще раз говорю, что на самом деле не будь в Крыму такого беспрецедентного количества российских военных, такого насыщения военными базами, потому что это и российская стратегия, я так понимаю, превратить Крым в такой плавучий авианосец, непотопляемый авианосец в такую плавучую условно базу на Черном море. И даже при том, что сейчас из Украины вода в Крым не поступает, не будь в Крыму российских военных, ситуация для гражданского населения была бы гораздо легче в плане получения доступа к воде. Вот на учениях с белорусами российские военные демонстративно учились захватывать объекты водной инфраструктуры. Это такое специальное послание Украине, что вот смотрите, можем повторить или можем прийти в Каховку. Да, они нас хотят запугать. Они хотят нас напугать. Это их тактика. И вот все, что делает Россия в плане пропаганды своей военной мощи, это тактика запугивания, в первую очередь, ближайших соседей, ну и, конечно, в первую очередь Украины, как непосредственного сейчас ее противника. Самого опасного, наверняка, для России, самого активного. Вообще беспрецедентный уровень учений, которые происходят то здесь, то там, и Кавказ, и белорусские учения, и те учения, которые происходят на территории Украины у нас, там в Таврии. Что означает вот эта насыщенность вот этими военными учениями? В первую очередь, это демонстрация некой готовности. Вот что... Потому что на самом деле учение такого масштаба, это не столько о том, чтобы чему-то научиться, как показать, что мы уже умеем. Понимаете, да? И вот это именно тот случай, когда мы демонстрируем, как было в одном известном российском фильме, это именно то место, откуда наша Родина диктует свою волю остальному миру. Вот эти вот информационно, вот эти учения, это игра мускулами, которая должна показать, а вот что мы можем сделать. На самом деле здесь гораздо больше пропагандистского пафоса, ну там, чем какой-то реальной угрозы. Мы должны это понимать и не вестись на это. Это мы сейчас говорим о российских учениях. А давайте чуть-чуть... Мы вернёмся потом в Кавказ-2020, и вернёмся к этим российско-белорусско-несостоявшимся сербским учениям. Давайте об украинским учениям. Вот британские десантники в Таврии, американские оспреи над Киевом демонстративно. Что здесь мы демонстрируем? Смотрите, какая просто история в целом с ответом учениями на учения. Опыт, история нас научила, что Россия иногда чаще, сильно чаще, чем этого хотелось бы всему цивилизованному миру, с учений начинает войну. Мы все помним Кавказ-2008 и другие случаи. Поэтому необходимо не бояться, с одной стороны, то есть не поддаваться вот этим таким слегка паническим ноткам, которые иногда звучат и в нашем медиапространстве, и от наших экспертов, что вот-вот сейчас начнётся полномасштабное вторжение. То есть быть в спокойной, холодной готовности. И мы проводим ответное учение в первую очередь для того, чтобы наши войска на всякий случай находились в состоянии боевой готовности, более высокой, чем обычно. Но для того, чтобы наиболее боеспособные части вышли из мест своей постоянной дислокации, а значит, стало быть, стали менее уязвимы для внезапной атаки, находились в боевых порядках, при боевом вооружении. И то же самое касается органов управления, которые тоже выходят из своих мест постоянной дислокации. Оперативные командования, объединённый оперативный штаб. То есть мы учимся, с одной стороны, демонстрируем готовность, с другой стороны, мы на самом деле более готовны и менее уязвимы в таком состоянии, чем когда оно обычное. То есть мы сокращаем время ответа на гипотетическую какую-то угрозу? Безусловно. Участие наших иностранных партнёров это в первую очередь тоже информационный сигнал о том, что в случае чего мы один на один с противником не останемся и нам помогут. это некий комплекс военных мер, информационных и дипломатических, из которых, естественно, состоит то, что мы называем понятием национальная безопасность. Вопрос по российским учениям. Я всё-таки хочу понять, а российская армия сейчас из Крыма в состоянии ли она военно-логистически овладеть истоком Северо-Крымского канала, например, в Каховке, и обеспечить подачу воды. Вот вы, как военный эксперт, готовы ответить на этот вопрос? Давайте, чтобы не быть голословным, я обозначу один важный момент, что давать подобную оценку можно только владея объективными, оперативными разведывательными данными, которые, безусловно, являются предметом государственной тайны, как с одной, так и с другой стороны. То есть у нашей разведки есть информация о определенной информации о силах и средствах противника на территории оккупированного Крыма. Безусловно, наше командование понимает, как в случае агрессии оттуда оно будет действовать, но давать какие-то оценки можно только владея информацией с той и с другой стороны, при этом раскрывая её. И вы это сделать сейчас не готовы? Во-первых, я не владею этой информацией, я человек гражданский, доступа к государственной тайне не имею на данный момент. Я обращу внимание только на то, что любые сценарии, с учётом разведданных, то есть с учёт, которые отыгрывали реальное положение дел, то есть учитывали то количество сил, средств, войск, техники противника, которые находятся на территории оккупированного Крыма, которые находятся на территории оккупированного Донбасса, которые находятся на всём протяжении российско-украинской и даже украино-белорусской границы, учитывалось и отыгрывалось в командно-штабных учениях. То есть генеральный штаб Украины, он на регулярной основе, не только когда россияне проводят подобные учения, отыгрывает сценарий подобного вторжения. И то есть там есть довольно реалистичное, я скажу так, понимание ситуации, того, как может действовать противник, и как можем действовать мы. И я скажу только, что легко противнику на нашей территории не будет точно. Прогулка не состоится. Да. Даже если каких-то теоретически мелких тактических успехов он сможет добиться, то ценой колоссальных для себя потери в живой силе и технике. И это мы не говорим, скажем так, о политических, о геополитических последствиях. Безусловно. Мы сейчас говорим только о военной компоненте. Скажите, пожалуйста, появление, троекратное появление американских Б-52 над геническим, это вот что? Это как? Это тоже еще один сигнал россиянам о том, что это как раз о той компоненте, о которой вы говорили, о международном и реакции, о дипломатических, о дипломатическом фронте, скажем так. То есть это был сигнал о том, что если вот вы сунетесь, то Украина здесь не останется уже с вами один на один, как это было в 2014 году. Мне кажется, что учитывая ту истерику, которая это появление вызвала среди российских пропагандистов и на российских телеканалах, демонстрация вполне удалась, и сигнал Кремль получил вполне ясный. Вы наблюдали эту истерику? Ну, ее все наблюдали, я думаю. Скажем так, это на самом деле хорошо, что она мало проявлена в украинском информационном пространстве, значит, все-таки мы научились закрывать его от вражеской пропаганды, но, безусловно, все те, кто этим вопросом интересуются, мы это видели и в программе «60 минут» с Кобеевой и у других пропагандистов, то есть это было достаточно ярко и это демонстрировало на самом деле их реальное ощущение некого страха и это должно вселять в нас больше уверенности в том, что мы способны противостоять агрессорам. Юрий, а российская армия в состоянии где-нибудь возле Флориды или Массачусетса полетать так, как делали американцы над Геничей? Ну, если они смогут в очередной раз завести адмирала Кузнецова и как-то его туда транспортировать, возможно, с помощью буксиров, ну, скажем так, теоретически я могу себе вообразить чисто технически эту доставку и эти демонстративные пролеты, но мы же понимаем эту иронию. Безусловно, несмотря на все, вот еще раз повторюсь, бряцание оружием, несмотря на всю попытку пропагандистской вот такой пропагандистской бесконечной кампании, переходящей в истерику о некой безусловном могуществе и непобедимости российской армии, мы хорошо понимаем на самом деле, что она из себя представляет. И даже мы наносили ей серьезные уроны, поражения, и грузины это тоже показали. То есть надо отбросить реально вот эту пропагандистскую муть. Мы способны их бить, били, и я уверен, еще не раз это доказать. Юрий, а скажите, нет ли у вас ощущения, что и в этом году учения Кавказ-2020 не обошлись без военного конфликта? То, что происходит сейчас между Азербайджаном и Арменией, это совпадение по времени или это какой-то все-таки результат? Знаете, наверное, не бывает, я думаю, таких совпадений, и Кавказ-2020, они же не начались вот так, то есть раз, и начались учения. То есть была достаточно длительная подготовка, которая включала участие и стран, которые входят в так называемые организации договора коллективной безопасности, то есть некая реинкарнация Варшавского договора вокруг России, то есть переброску туда определенных сил и средств, что, безусловно, не могло не вызвать милитаризации региона, не вызвать дополнительного военного напряжения, в том числе и в районе армяно-азербайджанского конфликта. И вполне возможно, что именно некие движения войск, какие-то действия, вполне возможно, что и осознанные, азербайджанская сторона могла принять как некие агрессивные действия по отношению милитаризации. Ну, российские войска в Армении существуют. Они же и база в Гюмрии, кажется, в Гюмрии на постоянной дислокации, то есть они там находятся всегда. Но учения предусматривали еще большую активность и движение этих войск, в том числе на территории Армении, возможно, на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. То есть я вполне допускаю, что милитаризация региона, нагнетание, в том числе и в информационном пространстве вот этой военной обстановки, бряцанье оружием, оно как минимум могло способствовать накалившей обстановке, что в итоге привело к этому взрыву. А теперь Россия в состоянии быть вот тем примирителем, замирителем, как она себя значительное количество времени декларировала в этом и в подобных конфликтах? Ну, как может страна-агрессор быть вообще замирителем в чем бы то ни было? Даже в конфликте, в котором она теоретически не причастна. На самом деле тактика России опять же она совершенно не новая, мы ее видим на протяжении всей истории. Создать конфликт, даже прямо в нем поучаствовать, а потом делать вид, что ты там миротворец. Ну, вот в Грузии, в Молдове, и это же, кстати, попытка неоднократно реализуется и у нас в Украине. То есть о некой роли посредника России между Украиной и так называемыми республиками. То есть это то, к чему стремится Россия, постоянно подталкивая, в том числе через запугивание прямой военной агрессии, Украину к так называемым прямым переговорам. То есть по сути они оккупировали часть территории, создали там какие-то псевдо-марионеточные якобы государства, которые по сути являются просто оккупационными администрациями Российской Федерации, а теперь говорят, нет, это не мы, это что-то другое, вот ведите с вот этим чем-то другим переговоры. И в данном случае то, что касается Карабахского конфликта, ну, как может Россия быть там каким-то переговорщиком и миротворцем? Даже помимо того, что это в принципе страна-агрессор, страна, которая не имеет никакого понятия ни о чести, ни о выполнении договоров, ни о нерушимости международных границ, это вообще и даже близко им не снилось и не мечтают о возрождении былого величия и возрождении Советской империи. Но она же прямо участник этого конфликта, она прямо снабжала Армению вооружением и инструкторами и опять же, как вы сказали, базы военные российские на территории Армении есть. Ни о ком последничестве даже речи быть здесь не может. Юрий, спасибо. Спасибо вам за этот разговор, за этот содержательный разговор. Юрий Кочевенко, военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганды, был в нашей студии, с нами на связи, в программе «На самом деле Крым». Спасибо вам большое. На этом будем ставить троеточие. Наша редакция продолжает держать руку на пульсе событий. Подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке и на канал в Ютьюбе. Спасибо за доверие и помните, Украина – наш дом. Украина – наш дом.